Российские журналисты в очередной раз возмутили главу Чечни Рамзана Кадырова. Вопреки его мудрым доставлениям, они посмели упомянуть казахско-азербайджанское происхождение отморозков, избивших прохожего с малолетним ребенком в московских новых ватутинках. Рамзан Ахматович призвал разобраться с гнусными писаками и намекнул, что за ними стоят заграничные империалисты. СМИ ведут себя так, будто есть только две категории граждан – кавказец и человек без национальности. Почему не называют уроженцев других регионов? Тысячи других происшествий без участия кавказцев наглухо замалчиваются или в них не указывается этническая или религиозная принадлежность. В стране действуют агенты иностранных государств, которые расшатывают эту тему, прикрывая свободой слова. К этому давно пора подключить спецслужбы. Хозяина Грозного поддержала дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова, по чистой случайности известная любовью к платьям от дома мод Фирдволс, созданного первой леди Чечни Медни Кадыровой. Дагестанский депутат Госдумы от «Единой России» борец за трезвость и одновременно знатный виноторговец Султан Хамзаев потребовал средствам массовой информации и блогерам в том числе запретить законодательно указывать национальность вероисповедания расу человека Паску, потому что это оскорбляет широкую аудиторию. Затем соответствующий закон внес в Госдуму парламент Чечни. Но, гневаясь на прессу и телевидение, все эти уважаемые люди уподобились американским либералам, рассуждающим о негречанской преступности. У тех тоже. Главные злыдни репортеры, слишком часто дающие сюжеты с чернокожими бандитами. И точно так же, как заокеанские двойники, господа из Грозного и Махачкалы не желают задуматься о причинах такого поведения. Их послушать у нас в газетах и на телеканалы берут сплошь бывших скинхедов нацистов и черносоненцев. Реально, там все, конечно, наоборот. Но в последнее время об этнической преступности все чаще говорят даже самые отъявленные космополиты. Например, главный редактор телеканала «Раштудэй» Маргарита Симоньян, чей пост вызвал возмущение Кадырова. Так и не зря. Хотя в России не ведется соответствующая статистика. В отличие от США, где по данным ФБР доля убийц относительно общее население среди чернокожих почти в 8 раз больше, чем в белых. Ситуация все равно похожая. В 2013 году ферес-секретарь Следственного комитета России Владимир Маркин признал, что почти каждое шестое убийство и каждое третье из насилования в Москве совершают мигранты с гастарбайтерами. В том же году те же данные, но по Петербургу привел руководитель местного следственного управления СКР Андрей Лавренко. Это не считая уроженцев Северного Кавказа и получивших российское гражданство выходцев из Закавказья и той же Средней Азии. Трое четверых гопников из Новых Ватутинок как раз счастливые обладатели российских паспортов. Как и террорист-смертник киргизский узбек Акбаржон Далилов, убивший 15 человек в петербургском метро. Такова реальность. Но Кадырова, Хамзаева и прочих она не интересует. Узрев очередное преступление братьев по крови и вере, кавказские лидеры раз за разом устраивают шоу в стиле незабвенного номера комедий-клуба. Рафик был полностью невиновным. Рафик был полностью невиновным. Иногда дословно, как произошло с бывшим командиром роты батальона Севера Русланом Геремеевым, объявленным в розыск по делу об убийстве экс-вице-премьера Бориса Демцова. Поездки с вызовом на допрос Геремеев игнорировал. Управление ФСБ по Чечне грустно сообщили Москву, что его сотрудникам не открыли дверь в доме. А потом бравый комрот и вообще исчез за границу. Точно так же, как комедий-клубовский грабитель и насильник Рафик, которого отправил в Монако за казенный счет высокопоставленный папа. Он не виноват! Он не был на том мосту! Не рядом с мостом, не в районе! Отбрил до кучелевых следаков Рамзан Ахматович. А на вопрос об отъезде Геремеевой за границу сырой не ответил. А что, на ваш взгляд, он должен был делать? Будучи невиновным, сидеть рядом с Дадаевым? Это о заместителе командира Севера Зауры Дадаевых, который получил 20 лет за убийство Немцова. Наверное, эта перспектива ему не понравилась. Дагестанские власти ведут себя точно так же. Когда бывший чемпион мира по боевому сам Паразул Мирзаев убил возле ночного клуба гараж москвича Ивана Агафонова, его обещал защитить лично глава республики Магомед Салам Магомедов. Достопочтенный Магомед Салам Магомед Алиевич разъяснил, что Расул хотел защитить свою девушку. Но запись камеры наблюдения показывает совсем иное. Мирзаев подошел к стоящему в стороне Агафонову и отправил его головой в асфальт, отчего тот и помер. А никаких девушек рядом не стояло. Тем не менее, парламент Дагестана настоятельно попросил президента принять меры, способствующие деполитизации и объективному рассмотрению Дэла. И Расул отделался 15 месяцами в следственном изоляторе. Иногда защитники этнического криминала объединяются. Например, на суде об убийствах жителей Кандапоги Григория Слезова и Сергея Усина, зарезанных чеченско-дагестанской крышей азербайджанского ресторана «Чайка», после чего в городе начались кавказские погромы. Кави Кадыров, президент Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев в России, Союз Садыков обличил журналистов и намекал, что погибшие сами нарвались. Открыто люди сказали, что нас финансируют, нам дали команду, этот ресторан надо отобрать. Все. Такие случаи у нас часто случаются. Например, в Екатеринбурге то же самое. У меня просьба к общественному народному фронту, чтобы обратиться вместе ко все СМИ, особенно в НТВ, чтобы меньше показывать это зло, которое случается. Потому что мы создаем еще большее зло среди населения, среди народов. Миногонь льем не воду, а бензин. Чтобы таких случаев не было, нужна какая-то ответственность для СМИ, особенно НТВ, которые хотят свой рейтинг поднять и показывают все время такие проблемы. Возможно, господину Садыкову, который сейчас сам пребывает в следственном изоляторе по обвинению в разного рода экономических махинациях, виднее. Однако, доказательства причастности убитых к разборкам местного криминала он не привел. Потому что их не было. Зато среди защитников подсудимых появился пользующийся неизменной симпатией Кадырова адвокат Мурат Мусаев. Он старательно тормозил дело. Следствие и суд тянулись почти 5 лет, но не слишком преуспел. Убийца Слезова и Усина, официально единственный, Ислам Магомадов получил 22 года, а его поддельники от 3 до 10 лет. Однако, столь трогательное единство представителей кавказских элит и бандитов навело на самые неприятные мысли. А еще мрачнее становится на душе от нынешних заявлений Рамзана Ахматовича, сильно отдающих угрозой расправы. Зачинщиков и провокаторов на трудно найти. Но это нужно сделать до тех пор, пока их не найдет оскорбленный ими до предела человек и не совершит преступления, защищая свою честь и достоинство. Сразу вспомнились его же слова перед освобождением из колонии, отсидевшего 9 лет, полковника Юрия Буданова. Я думаю, федеральный центр примет правильное решение, его пожизненное место в тюрьме, до этого мало. Но пожизненный срок хоть немного облегчит наши страдания, мы не терпим оскорблений. Если решения не будут приняты, последствия будут плохими. Буданов застрелил чеченец Юсуп Тимирханов, получивший 15 лет. Его адвокатом, ну совсем неожидан, оказался все тот же Мурат Мусаев. Когда Тимирханов скончался в колонии, Рамзан Ахматович демонстративно посетил его поминки и назвал приговор судебной ошибкой. Полковник убит за то, что задушил чеченку Эльзу Кунгаеву, который счел снайпером боевиков, а пишущая братья может не беспокоиться? Да нет, беспокоиться-то придется. Отнестить на нее глава Чечни высказался еще суровее. Тем, кто нарушает согласие между людьми, занимаются сплетными раздорами. Если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится. Если даже весь мир сгорит с иным пламенем, если даже законы всех стран будут нарушены, мы разве оставим человека, который задевает честь? Клянусь священным Кораном, не оставим. Надо этих людей выявлять. Вы слышали хоть раз, чтобы губернатор Рязанской или Орловской области безнаказанно призывал убивать? А любимых адвокатов главы Хабаровского края или Санкт-Петербурга среди защитников душегубов славянских националист не встречали? Вот и я не встречал. И потому выделение журналистами этнической преступности и прочей не более чем защитная реакция. А возмущение Кадырова, Садыкова, Хамзаева и прочих очень напоминает поведение персонажа поговорки, пеняющего на зеркало и не замечающего некоторой кривизны собственной физиономии. КОНЕЦ